Жестокая любовь Закрывайте кафе. Без предупреждения? Вы просрочили платёж по процентам почти на год. Вас должны были проинформировать. Что это за просроченный платёж? Луси, Херардо, разве тебя ни о чём не предупреждал? Сеньор, не правда ли это очень хорошо, что я нашёл нужные бумаги? Вы ведь предупреждали, иначе не сносить мне головы? Можешь не сомневаться, ты бы обязательно её лишился. Чем могу помочь, сеньорита? Луси, что с тобой? Произошло много всего. Сеньоры, это обязательно должно случиться сегодня? Тебе плохо, Луси? Мне нужно сделать звонок. Простите. Сеньоры, может быть, найдём другое решение вопроса? Здесь только одно решение. Мы приступаем к нашей работе. Молния Валдес? Вы Молния, правда? Да, как жизнь. Для меня это честь. Вы лучший наш футболист. Никто не может сравниться с вами. Поверить не могу. Да это и правда он, Молния. Очень приятно. Недавно я прочитал, что вы вернулись в родную деревню чудес. Адриан, что случилось? От кого это письмо? От папы. Он вернулся? Мой папа умер, Андреан. Слушаю. Луси? Что случилось? Успокойся. Спокойно. Расскажи, что произошло. Эулалио, извини за беспокойство, но мне нужна твоя помощь. Произошло нечто ужасное. Мое кафе закрывают. Кафе славная компания? Почему? Да, да. Из-за долга. Из-за кредита. Эулалио, мне нужна твоя помощь. Пожалуйста. Не волнуйся, Луси. Я сейчас в машине. Как только смогу, сразу же приеду. Успокойся. Еще одна беда мне на руку. Еще одна возможность надавить на жалость дяди. Молния, большое спасибо. Мой сын будет в восторге. Как жаль, что ты попал в аварию, и что погибла твоя невеста. Это уже в прошлом. Да, верно. Но в таком случае, может быть, мы как-нибудь договоримся и поможем этой женщине. Послушайте, вы можете позвонить, например, и сказать, что никого здесь не нашли? Подумайте. Давайте успокоимся. Вероятнее всего, они вас не закроют. Спасибо, Диего. Целых пять лет я ждал возвращения отца Андрея. Пять лет я надеялся, что он вернется. Почему? Адриан. Адриан, успокойся. Я тебя понимаю. Правда понимаю. У тебя умер папа? Нет, нет, Адриан, конечно, нет. О чем ты, Адриан? Почему ты задал этот вопрос? Тогда ты меня не понимаешь. Я ждал возвращения отца. Мечтал о встрече с ним. А теперь мы никогда не будем вместе. Поехать со мной в командировку? Это глупая идея. Что тут плохого? Если ты мой муж... Кроме того, я бы могла тебе помочь. Не обижайся, но ты не умеешь ничего делать. От тебя не будет пользы. Знаешь, ты мог бы оставить меня в отеле. Я бы приводила в порядок твою одежду, твои вещи. И мы могли бы быть вместе, любимый. Мы могли бы вместе ужинать и гулять. Я не хожу на прогулки. Ты не понимаешь, Марта, я там работаю. Но если бы мы были почаще вместе, у нас была бы нормальная семья. Мы бы больше общались. Мы бы помогали друг другу. Мы бы каждую ночь спали вместе. Как это делают все супруги. Дорогая. Буду с тобой предельно откровенным. Мне бы тоже этого хотелось. Не представляешь, как я по тебе скучаю, когда ты далеко. Но кто-то должен зарабатывать деньги. Деньги. Деньги для нашей семьи. И потом мы с тобой не одни, у нас есть Нати. Нати тоже может поехать с нами. Как у тебя все просто. А школа? Я сама буду ее учить. Конечно. Давай лишим Нати образования из-за твоего дурацкого каприза. Мы будем неразлучны. Будем ходить друг за другом. А к твоему сведению, глава семьи должен работать. Ты мне скажешь, кто, черт возьми, будет приносить деньги и еду в этот дом? Кем? У меня было хорошее настроение. Если они закроют кафе, я не знаю, что я буду делать. И еще Адриан пропал. Боже мой, но почему меня вечно преследуют проблемы? Лусия, не надо нервничать. Подождем. Пока они не поговорят с банком. Спокойно. Диего, спасибо за твою поддержку. Диего, думаю, тебе лучше не вмешиваться. Это моя проблема, я должна решить ее сама. Лусия, мне кажется, ты уже достаточное время боролась одна. Если человек от всего сердца предлагает свою помощь, ты должна ее принять. А Адриан, что будет с моим внуком? Должно быть, он где-то совсем один, читает это страшное письмо. Мы его найдем. Лусия, не волнуйся, я его найду. Я его знаю, он наверняка на футбольном поле. Я скоро. В данный момент я хочу лишь одного, найти сына. Но если у меня отнимут кафе, я останусь ни с чем. У меня ничего не будет. Боже мой. Адриан, где же ты? Где ты, милый? Адриан! Адриан, пожалуйста, перестань, успокойся. Ты должен поговорить со своей мамой. Что с тобой? Я снова его видел. Что снова? Мне снова привиделся отец. Адриан? Эулалю. Что-то не так? Эулалю. Мой отец мертв. Молния, не знаю, как тебе это сказать. В банке нам ответили, что если мы не закроем кафе, нас уголят. Нет, сеньор, я этого не допущу. Я вам не позволю. Сеньоры, что вы с нами сделаете? Если бы не вы, возможно, все бы уже уладилось. Ребята, я прошу вас. Я должен честно предупредить. В банке мне сказали, что они даже пришлют отряд полиции. Что? Полиция? Сеньор, я не преступница. Сеньор, вы должны понимать, что неуплата долга чревата последствиями. Вы думали, что все бесплатно? Не нужна агрессия, сеньор. Нет, это не агрессия, это правда. У меня к тебе просьба, молния. Не ввязывайся в это. С вашего позволения. Мне жаль, сеньор, но я не подумаю сдаваться. Без кафе мне не прокормить сына. Производство RTI Columbia для Телемундо. Автор сценариев – Басилио Алуарес. В главных ролях – Маурисио Ислас, Майкл Браун, Паула Рэй, Ванесса Вильела и Хорхи Кау в роли Нестера Саботера. В фильме также снимались Лули Босса, Сальвадор Дель Салар, Хуан Пабло Шу, Хулио Дель Мар, Сильвио Анхель, Сильвия Де Диос, Рауль Гутейерас Леонор Аранго, Кристиан Тапан Джули Хилиберти, Шармель Альтамирану Дидье Ванденхове, Кармен Вилья Лобус Диана Нейра, Наталья Бедоя Дафна Поделья, Альфредо Ахнерт, Рамон Кабрер. Операторы Маурисио Кадавит, Роберто Кортес, Композитор Мигель Де Нарвайес, Режиссеры Радольфо Овес, Андреас Бейерман. Жестокая Любовь Берегитесь, я говорю серьезно. Я не позволю закрыть кафе, иначе мой сын не сможет ходить в школу. Нам нечего будет есть, нечем платить за жилье. Зачем вы брали кредит? Чтобы не платить? Не грубите, сеньор. Молния, мы стараемся быть с тобой вежливыми, потому что ты великий игрок. Именно поэтому сделай одолжение. Попроси сеньору отойти в сторону. Лусия, Лусия, нам лучше отступить. Положение осложняется. Лишняя проблема, нам ни к чему. Нет, мама, я не сдамся. Я буду биться до конца. И потом никто из банка не предупреждал меня о процентах. Как это, никто вас не предупреждал? Если это так, тогда вы должны заявить об этом управляющему или бухгалтеру, поскольку вас кто-то обманул. Лусия, подумай о том, что они говорят. Вероятно, Херардо тебя обманул. Херардо всего-навсего пытается мне помочь, решить мои проблемы. Я не знаю почему. Сеньоры, дайте мне одну неделю, пожалуйста. Одну неделю. И клянусь, я выплачу все, что должна. Сеньоры, поверьте этой женщине. Она любит и умеет работать. Она выплатит весь долг. Я за нее ручаюсь. Эти двое всюду вместе. Они что, теперь все вместе решают? Не знаю, понятия не имею. Вот это письмо Эл Лалю. Вчера его оставили в нашем доме. Если ты читаешь это письмо, это означает, что я... что я мертв. К сожалению, цветы должны стать тому подтверждением. Один из похитителей поклялся мне, что если что-то со мной случится, он передаст тебе это письмо и букет цветов, которые я всегда любил тебе дарить. Прекрасно. Отличная идея. Я очень сожалею, Адриан. Я знаю, что значит потерять отца. Это очень печальная новость. Особенно для тебя. Должно быть, ты сильно подавлен. Я знал, что шансы на возвращение папы невелики. Но я готов был ждать его всю жизнь. Я так хотел снова его увидеть, крепко обнять. Все это произошло по моей вине, Эл Лалю. Нет, Адриан. Почему ты так говоришь? Да простят меня небеса. Но в этом виноват только один человек. Его зовут Нестор Саботер. Если бы пять лет назад мой дядя дал тебе эти деньги, твой отец никуда бы не исчез. Хоть бы нашелся смельчак, который высказал бы ему в лицо всю правду. Нестор Саботер должен понять, что к жизням других людей нужно относиться серьезно. Хочешь? Я отвезу тебя. К твоей маме? Нет. Отвези меня в другое место. Отвези меня к этому сеньору, Нестору Саботеру. Этот ордер имеет полную силу. Я только что уточнил по телефону. А еще нам поступил звонок из банка, а также из суда. Сеньор Луси, это заведение больше вам не принадлежит. Сеньор, это мое заведение. Я обустроила его тяжким трудом. Я назвала свое кафе «Славная компания», потому что хотела, чтобы оно стало ангелом-хранителем для моего сына и моей семьи. Это почти приравнивается к греху, инспектор. Тот, кто свяжется с ангелами, плохо кончит. Мой сын, моя мама, моя подруга, Кристина. Мы все здесь работаем. Пожалуйста, не лишайте нас кафе. Я вас умоляю. Сеньоры, вы говорите с женщиной, которая всего добивалась сама. Не будьте равнодушны, дайте ей шанс. Сеньор Валдес, вы нас называете равнодушными? Нас? Да. Это очень серьезное заявление. Диего, лучше уходи, я сама справлюсь. Я не оставлю тебя одну, Луси. Тем более с этими безмозглыми животными. Что вы делаете? Вы разве не понимаете? Это отец моего сына. Сеньора, я обязан закрыть это заведение. Для этого я размещаю соответствующий документ, согласно которому оно подлежит аресту. Смотрите, что я сделаю с вашим документом. Вот. Думаешь, он действительно повез Адриана навстречу к такому важному сеньору? Давай пойдем на рынок, расскажем все его маме. Тикеньо, ты сбрендил. Хочешь оказаться предателем? Адриан наш друг. Нельзя рассказывать про него такие вещи. А если он в опасности, почему моему внуку угрожает опасность? Андреа стал защищать сестру и набросилась кулаками на мальчика, который ее обижал. Где эта девчонка? Я пыталась забрать ее с собой, но она отказалась со мной ехать и убежала. Сеньор Роберто, пожалуйста, не будьте с ней слишком строги. У нее переходный возраст. Это типичное подростковое поведение. Она стала капризной и непокорной. Но как она могла наброситься на мальчика? Думаю, ее сильно задели слова в адрес сестры. И она так отреагировала в силу своего характера. Поэтому важно, чтобы вы поговорили об этом с директором школы. Сеньора Луси, вы совершили серьезную ошибку. Это официальный документ, имеющий большое значение. Этот официальный документ допускает несправедливость. Пожалуйста, уходите отсюда! Сеньора, я полностью ее поддерживаю. Офицер, факт налицо. Мы здесь бессильны. А вы, Диего, стойте спокойно, не встревайте. Вы только что освободились. И не советую вам с нами связываться. Луси, может быть, лучше будет позволить этим сеньорам сделать свое дело. А потом мы найдем решение. Нет, мама, с меня хватит. Я устала от потерь. Это кафе мое. И я буду его защищать. Я теперь с местом не сдвинусь. И я тоже. Сеньоры, если мы объединим свои силы, они ничего не смогут сделать. Мы все здесь солидарны, потому что это проблема не только Луси, а всех людей, живущих в Деревне Чудес. Мы приехали. Адриан, никто не должен знать, что это я тебя привез, иначе мне не избежать карательных мер. Не беспокойся, Эолали. И на Андрея тоже можешь положиться. Адриан, послушай меня. Я не уверен, пройдешь ли ты через охрану офиса Саботер, хотя ты упрям. Если вы не уверены, почему вы не проводите нас, сеньор? Так или иначе, мы уже приехали. Я сам разберусь. Идем. Нет, папа, предлагаю устроить свадебное торжество дома. Это будет намного проще. Нет, нет, Моника. Я хочу, чтобы свадьба прогремела на всю страну. Что думаешь, Медрану? Я абсолютно согласен. Свадьба бывает один раз в жизни. Или ты не хочешь, чтобы вся страна об этом узнала? Нет, Мануэль, напротив. Пусть вся страна знает, что я выхожу замуж за Мануэля Медрану. Очень хорошо. Тут нечего больше обсуждать. Будьте счастливы. Такая наглость. А вы кто еще такие? Я Адриан Лейра. И я пришел заявить вам в лицо, что вы виноваты в смерти моего отца. Хоть бы все ваши деньги сгнили. Кто этот парень? И как он вошел в здание? Слушайте внимательно. Я Адриан Лейра. Вам знакома моя фамилия? Позвольте, я его выведу. Нет, Мануэль. Для этого есть охрана. Моника. Почему? Его нужно вывезти отсюда. Вы меня помните, не так ли? Вы могли помочь моему отцу, но не сделали этого. Адриан, идем. Нет. Этот человек отказал моему отцу в помощи. Вы это знаете? Или будете все отрицать? Сеньор Саботер, вы знаете, кто этот юноша? Постой, погоди. Ты сын Луси Мардинас, кухарки с рынка чудес. Что тебя связывает с этим парнем, папа? Я не знаю, кто вы, но я не оставлю свою подругу, потому что здесь я зарабатываю себе на жизнь. Кристина права. Мы с тобой, Лусия. Когда колодец высыхает, воду просят у соседа. Я тоже с вами, мой ангел. Я тоже. А вы даже не пытаетесь ко мне приблизиться. На моей защите стоят духи. Мы не позволим, чтобы эти болваны закрыли кафе Лусии. Это просто смешно. Если вы хотите, чтобы она выплатила долг, откуда, интересно, она возьмет деньги, если вы закроете это кафе? Кристина, успокойся. Иди сюда. Уберите это. Уберите. Нет необходимости доставать наручники. Пожалуйста, сеньоры. Не будем принимать крайние меры. Прошу вас. Диего, мне страшно. Не хочу, чтобы из-за меня пострадали люди. Уже слишком поздно, Лусия. Теперь нужно ждать, пока банк не уступит. Не думаю, что он пойдет на это. А от этих людей ничего не зависит. Лусия, ты уверена в том, что делаешь? Посмотри. Это какой-то дурдом. Сеньоры, вы все совершаете большую ошибку. Вы защищаете женщину, имеющую серьезные проблемы с банком, который выдал ей ссуду. Мы делаем это, потому что верим в нее. Это трудолюбивая женщина, и мы дадим ей еще одну возможность. Если произошла ошибка, она уладит все сама, напрямую с банком. У вас есть свои долги и свои места на рынке, чтобы их оплачивать. Вы же не хотите оказаться в тюрьме и потерять работу? Уверяю тебя, мальчик, я не понимаю, о чем ты говоришь. Все вы понимаете. Мама мне все рассказала. Что она сказала? Что она пришла к вам. Что умоляла дать ей денег, а вы отказались ей помочь. Лусия приходила к тебе с деньгами, папа? Лусия Мартинес была здесь пять лет назад. Попросила помочь ей заплатить выкуп за мужа, которого хитили. Но почему? Откуда она тебя знает? Все это одно большое недоразумение. Вчера я получил письмо от своего папы. Это письмо не должно было появиться. В нем говорится, что мой папа мертв. Вы виноваты в его смерти. Вы ведь не захотели помочь ему. Это уже слишком. Я вызываю охрану. Охрана, немедленно явитесь в кабинет моего отца. Адриан? Дальше уже некуда. Ты тоже знаешь этого парня? Если вы не прекратите этот бунт и не подчинитесь власти, вы все станете безработными. Но как это? Хулио, мы с тобой не должны в это вмешиваться. Слушайте, если мы все будем держаться вместе, они не смогут закрыть кафе. Нет, одну минутку. Я вам очень признательна за поддержку. Но я знаю, многие из вас еще не до конца расплатились со своими кредитами. Я не хочу, чтобы вы потеряли работу. Все верно, это правильно. Луси права. Диего, ты должен позволить Луси саму разобраться со своими проблемами. Я одной известна серьезность ситуации. И только она должна за это заплатить. Адриан, ради бога, ты не должен здесь находиться. Этот человек негодяй. Раулалио, ты всегда заботился о моей маме, хотя работаешь на этого эгоиста. Откуда ты знаешь этого парня? Я потом тебе объясню, Моника. Адриан, ты сейчас сильно расстроен. Надеюсь, что с вами такого не произойдет. И что вашей дочери не придется пережить то, что пережила моя мама. Охрана, немедленно увидите их. Ну-ка, руки! Вы метаетесь отсюда. Итак, что здесь происходит? Сеньора Лусия, прошу. Нет, я не сдвинусь с места. Отпусти ее! Нет, Диего! Не надо! Диего Валдес! Диего Валдес! Руки за спину! Не вынуждай меня стрелять! Власть нужно уважать! Я настаиваю. Не нужно так обращаться с этими ребятами. Я могу их проводить. Кузен, что с тобой? Ты не слышал, как он оскорблял моего отца? Эти дети не преступники. Мне не нужны Диего Хранителя. Я не какой-то мусор, чтобы меня вышвыривать на улицу. Руки прочь! Нет. Знаете, кто вы? Вы рыночные отребья. Сдайте их в руки полиции. Пусть их там научат уму-разуму. Бежим! Беатрис и ее сестра Андреа никто иные, как трудные подростки. Андреа дрочунья. А Беатрис недружелюбная и ведет себя, как дикарка. Обращается с человеком, как с грязью под ногами. Это правда, дочь? Не знаю, папа. Иногда так бывает, что со мной здороваются, а я не отвечаю. Меня что-то спрашивают или просят о чем-то. Я не обращаю внимания. Сеньор Роберто. Это означает, что ваша дочь интроверт. Она ориентирована на свой внутренний мир. Октавио, извини, но здесь есть доли и твоей вины. Не стоит тиранить и оскорблять человека. Возможно, вы и правы. Но с какой стати Андреа стала срывать зло на моем сыне? Моя сестра только хотела меня защитить. Малышка, сеньора права. Мы должны наказать Андреа. Я приношу вам извинения за то, что она сделала. Хотя Беатрис не заслуживает того обращения, которое продемонстрировал ваш сын. Октавио, советую тебе признать свою вину и извиниться. Иначе я с тобой лично разберусь. Я Трис. Извини. Сеньора, позвольте мне сказать, что мне было очень приятно с вами познакомиться. Вы справедливая мать, умеющая решать семейные проблемы. Нет, я не мама девочек. Я просто работаю в доме и забочусь о них. Медрано, ты должен быть более внимателен к моей дочери. Она перестаралась в отношении этих ребят. Но что меня удивляет больше всего, так это ваше поведение. Мое поведение? Да. Буду с вами максимально откровенен, мой дорогой свекла. Если бы я не был женихом вашей дочери, я бы догнал этого паренька и выведал у него настоящую историю. Интуиция мне подсказывает, что за всем этим что-то скрывается. Твоя интуиция еще должна подсказывать тебе, что не следует совать нос куда не надо. Медрано. Да, конечно, без сомнений. Что ж, поеду в офис, я и так задержался, с вашего позволения. Я только хотел добавить, что если однажды вы захотите излить душу, можете рассчитывать на меня. Медрано. Ступай. Адриан! Адриан, подожди, пожалуйста. Тебе плохо. Почему похитили моего отца? Почему этот человек, обладая такими деньгами, отказался помочь? Почему сейчас появилось это письмо? Адриан, пожалуйста, не терзайся так. Пять лет я наблюдал, как мои друзья обнимали своих отцов. Пять лет. Это несправедливо. Несправедливо. Как я понимаю, проблема разрешилась по обоюдному согласию обеих сторон. Простите, что приняла вас за маму девочек. Ничего страшного. Видно, что она любит их, как своих дочерей. Всего доброго. Спасибо. Диего, я же просила не вмешиваться. С тобой плохо обращались, Лусия? Ничего подобного. Я сама справлюсь. И потом, женщин они не станут бить. Замолчите, пожалуйста. Вы не на митинге. Вы что, хотите привлечь к себе особое внимание? Успокойся, Лусия. Просто не верится. Ты думал, что поклонники молнии Валдеса выручат нас. Я бы сама как-нибудь справилась. Черт возьми. Синьора. А вы с характером? Еще с каким, синьор? Боже мой. Нам обоим есть что терять. Ты только что вышел из тюрьмы. И кто знает, какое наказание тебе уготовит. Оно того стоит. Почему это? Пусть меня наказывают. Главное, чтобы у тебя все было хорошо. Боже мой. Что мне теперь делать? Где Адриан? Пройдемте. Сожалею, но вы не можете войти, если вы не вызваны. К тому же, в таком виде в здание не пускают. Молодой человек, проявите уважение. Я в отцы вам гожусь. А вид у меня рабочего человека. Тогда отправляйтесь на работу. Вы уверены, что не видели, чтобы он сюда входил? Нет, я его не видел. Он не смог бы войти в здание, если его тоже не вызывали. Хорошо, что камера рядом. Это управление полицией, а не тюрьма. Вы пробудете здесь, пока не придет уполномоченный инспектор. Прости меня, Луси. Я хотел как лучше. Нет, это ты меня прости. Я больше ничего не умею делать. Я лишь хорошо готовлю. Я как будто обезумела. Не говори так. Здесь творится что-то странное. И я выясню, что именно. Кузен, что тебя связывает с мальчишкой? Он нам никто? Почему ты так с ним носишься? Я тебе уже все объяснил. Тебе не кажется, что ты перегибаешь палку? Ответь, братишка. Почему ты не сказал, что знаком с Луси, когда я тебя не рассказывала? Кузина, ты сказала, что столкнулась с какой-то поварихой сыгранкой чудес. Как я мог знать, что это она? Откуда ты ее знаешь? Какая связь существует между вами? Зачем ты это делаешь? Почему ты так неожиданно появился в моей жизни? Почему бы и нет? Я смирилась с тем, что моя жизнь ограничивается столиками кафе, моей мамой и моим сыном. И больше ни для кого места нет. Для меня не найдется местечко. Луси, я хочу помочь тебе с сыном, хочу помочь с кафе. Как ты могла заметить, мне не трудно надеть фартук и приготовить отличный картофель. Я улыбаюсь. Как давно я не улыбалась. Я пять лет провел в камере. А ты эти пять лет жила даже хуже, чем в тюрьме. Луси Мартинес – это женщина, которая пять лет назад явилась в дом твоего отца и попросила заплатить выкуп за ее похищенного мужа. Неужели? А с какой стати ты должен был платить выкуп за ее мужа? Я повторяю, ты знаешь все, что должна знать. Почему бы вам не заняться делом и не оставить меня одного? Простите. Слушаю. Мерседес? Что? Ее забрали в отделение полиции? С Диего Валдесом? Да, не волнуйтесь, Мерседес, я выезжаю. Что случилось с Диего? Звонила Мерседес, мать Лусии Мартинес. Лусию и Диего отвезли в отделение полиции деревни чудес. Какая великолепная новость, правда, папа? Ты абсолютно прав. Когда его освободили, меня стала преследовать одна мысль. Я хотела снова увидеть Диего Валдеса за решеткой. Лаура? Да? Спасибо за то, что ты сделала для меня в школе. Не нужно меня благодарить. Ты знаешь, я очень тебя люблю. Да, конечно. Ты доказываешь мне это каждую минуту. Я тебя тоже люблю. Лаура, я тоже вам благодарен за помощь Беатрис. Никто бы не сделал для нее большего. Андрея постоянно ее защищает, правда, Бетти? Еще я хотел извиниться за свои слова о людях из деревни чудес. Вы ведь оттуда родом. Я не сомневаюсь, что там живут хорошие люди. Спасибо. Но сейчас главное поговорить с Андрея. Должно быть, она чувствует себя, как зверь в клетке. Перестань плакать. Мне это не нравится. Позвольте мне делать, что я хочу. Не обращайся ко мне на «вы». Мы ведь перешли на «ты». Диего, лучше мне обращаться к вам на «вы». Понимаете, если я буду говорить «ты», вы вообразите, что мы сблизились. И будете ввязываться в то, во что не должны. Молния, к вам посетители. Силвана? Бенха, спасибо. Силвана не хотел приходить, но я настоял. Нет, как это не хотел? Просто я был немного занят, у меня миллион дел. Миллион и еще одно, Силвана. Ты должен вытащить нас отсюда. Я? Да. Помнишь, ты хотел, чтобы я принял участие в показательном матче? Я буду играть, а ты заработаешь кучу денег. Только вытащи нас. Диего? Одну минуту. Если бы я знал, что так будет, я бы не привел сюда этого дармоеда. О чем ты думаешь, Диего? Ради бога. Диего, ты знаешь, что не можешь играть. Луси, если я сыграю этот матч, я заработаю хорошие деньги, и ты сможешь расплатиться с банком. Тебе вернут твое место на рынке. Луси, клянусь тебе, это будет последний матч. Нет, Диего, я не позволю, чтобы ты играл этот матч. Но почему? Если он хочет играть, пусть играет. Он имеет полное право, все будет отлично. Я не приму от тебя ни одного сын Таву. Ты меня слышишь? Ни одного. Вот как мы поступим. Мы с Бенхамином пойдем узнаем, за что вас задержали, и нужен ли вам адвокат. Ты никому не позволяешь помогать себе. Я не собираюсь принимать помощь, которая будет стоить тебе здоровья. Да у меня тут неплохая компания. Похоже, мы приятно проведем время. Как можно сажать преступницу вместе с этой сеньорой? А что, вы хотите, чтобы я ее к вам посадил? Я согласна поменяться. Он мне нравится больше. Простите, сеньор Роберто. Это я во всем виновата. Я была уверена, что Андре направится прямиком домой, поэтому я сразу поехала к вам. Лаура, не сваливай всю вину на себя. Вот что мы должны сделать. Мы позвоним в полицию и заявим о ее пропаже. Нет. Она, скорее всего, у одной из своих подруг. Иринео! Сеньор Роберто, не волнуйтесь, пожалуйста. В возбужденном состоянии человек не может здраво размышлять. Сеньор? Ты случайно не знаешь что-нибудь об Андреа? Нет, сеньор, я ничего не знаю. Папа! Думаю, я знаю, где она может быть. Что здесь произошло? Что это? Адриан. Слава Богу, ты вернулся. Где ты был, сынок? Адриан. Перед тем, как все это случилось, твой дедушка Луис ушел тебя искать. Но что произошло? Пришли представители банка, а потом твою маму забрали в полицейский участок. Что? Почему? Молния Валдес пытался этому помешать, но их обоих арестовали. Адриан. Я прочитал письмо дедушку. Бенхамин, если я сделаю пару звонков и гарантирую участие Молнии в футбольном матче, ты получишь деньги на залог. Силвано, Силвано, не настаивай. Не берись за это дело, матча не будет. Диего больше не играет. Бенхамин, извини, но, может быть, этот сеньор сумеет помочь моей дочери. Да, да, это он обещал Диего. Но стоимость помощи, которую придется потом заплатить, очень велика. Очень. Мерседес. Я у Лалио, слава богу, ты приехал. Спасибо, что убедил охранника не оставлять меня с той женщиной. Ты переживаешь за Адриана, верно? Да. Я не знаю, где он. Если он прочел письмо... Луси, он хороший парень, он все поймет. Если хочешь, я помогу тебе и объясню ему, что случилось с его отцом. Диего, не ищи больше повода быть со мной рядом. Ты не понимаешь, что мы не можем быть вместе. Мы не должны быть вместе. Впечатляет, с какой легкостью ты соглашаешься на одиночество, Луси. А как же... Твои мечты? Твои надежды? Порой нам приходится очень много бороться за то, чтобы наши мечты сбылись. В данном случае важнее мой сын. Должны сбыться его мечты. Не знаю, откуда у тебя такие мысли. Но матч нужно доигрывать до конца. Никто не знает, кто выиграет. Пока не просвистит свисток арбитра. То же самое и в жизни, Луси. То же самое. Нужно жить дальше. Нужно изо всех сил стараться. Диего, почему ты не хочешь понять, что мы никогда не поцелуемся? У нас никогда не будет такой возможности. Слово «никогда» — это жизненный обман. Его не существует. Никто не знает, что будет, скажем, через час. Знаешь, от чего все зависит? От того, сколько попыток сделать человек. Сто или миллион — только нельзя отступать. Фильм озвучен студией «Инис» по заказу компании «Централ Партнершип». Партнершип. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова